МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школа «Держись!» Институт психологии объединил педагогов 21-го столетия. 4 апреля стартовал весенний форум «Время кино». В первый день форума в Казанском федеральном университете о киножурналистике пришли рассказать кинообозреватели Вероника Скурихина и кинокритики Вегени Майзель. Весенний форум «Время кино» – это трехдневный интенсив с ведущими практиками и специалистами в сфере кинематографа, который пройдет с 4 по 6 апреля в Казани. Что вообще вы знаете о кино? Перед просмотром фильма считаете ли вы его рецензии? Если да, то на что обращаете внимание? Кинообозреватель Вероника Скурихина пообщалась с начинающими журналистами о том, что есть кинообзор, каким он должен быть и как сделать так, чтобы вас читали или смотрели и прислушивались. Во-первых, важна насмотренность, важно понимание своей аудитории и, безусловно, важно все-таки, ну это очень банально, это очень пафосно, но бесконечно любить кино, потому что если увидеть в фильмах только развлекалого, ну вы не сможете об этом писать. Это просто нужно приходить в кинотеатр и вот с головой куда-то погружаться в экран, потом выходить из него, и вот тогда получаются тексты. Иначе никак, если вы не любите кино, вы не имеете права писать о кино. Сейчас новая информационная площадка, в которой можно сформировать свое новое. И по словам Вероники Скурихиной, это можно добиться путем противоставления себя другим, тем самым создавая новые тренды. Если сравнить кинообзор, каким он был лет 10 назад и сейчас, это совершенно разные вещи. Создавая новый информационный продукт, он актуален только здесь и сейчас, главное, нужно выбрать то, в чем вы хотите разбираться, и прежде всего думать о своей аудитории. А в чем различие кинообзора от кинокритики, рассказал Евгений Мазель. Какие-то исключающие или противостоящие друг другу занятия, потому что в качественном обзоре обычно есть такая вещь, как классификация фильма, встраивание ее в какой-то контекст, разговор о какой-то предыстории фильма. В сущности, все это вполне занятие критика. Студентам был представлен фильм «К чуду», после которого, общаясь с кинокритиком, провели анализ. Это работа большого мастера. Это работа мастера, о котором часто говорят, что он очень герметичен и сложен для понимания. И я выбрал фильм, который, с одной стороны, многие уже успели подзабыть, а кто-то, может быть, и не видел. Именно потому, что этот фильм считается не очень удачным. И он считается довольно таким туманным, довольно непрозрачным, не очень понятно, что режиссер хотел сказать. Именно поэтому мне показалось интересным разобрать этот фильм, потому что, как мне кажется, он гораздо яснее, чем кажется. В нашем следующем сюжете вы увидите то, чему никогда не научат в школах. И рано или поздно вы все равно столкнетесь с этой наукой, обучаясь в вузах. Речь идет о педагогике. Решение каких вопросов объединило сразу несколько городов России, нам расскажет Аделя Шамилова. Педагогика, пройдя многовековой путь от простых мыслей о воспитании до самостоятельной науки, продолжает активно развиваться в каждом городе и в каждой стране. Совершенно очевидно, что современному человеку необходимы педагогические знания в течение всей жизни, даже вне зависимости от его профессиональной деятельности. Получить такие знания и обменяться идеями будущие специалисты смогли на Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Студенческое сообщество 21-го столетия гуманитарной науки», которая состоялась 4 апреля на базе Института психологии и образования Казанского федерального университета. Здесь каждый смог убедиться, почему педагогика, традиционно обслуживающая все уровни образования, так востребована различными специалистами. Нитью этой конференции, красной нитью, проходит эта дружба, сотрудничество между студентами, между учеными, между вузами, насколько важна дружба сегодня, потому что разрозненность, как мы знаем из истории, всегда ведет к ослаблению. И наша задача именно показать, как наш вуз работает в этом направлении по профориентации и по объединению студентов. В Казанском федеральном впервые проходит Международная научная конференция «Параллельные вычислительные технологии-2017». Все подробности смотри в следующем сюжете. В Казанском федеральном стартовала Международная научная конференция «Параллельные вычислительные технологии-2017». Она проводится уже в одиннадцатый раз, но Казань впервые стала местом проведения конференции. Это связано с большой работой, которую проводил университет, в частности, Институт вычислительной математики и информационных технологий. Мы боролись за это право и в конкурентной борьбе победили. И рады принимать данную конференцию в стенах нашего вуза. В конференции принимают участие ведущие специалисты в области высокопроизводительных вычислений «Параллельных технологий». А также представители IT-компаний. Числит спикеров и член-корреспондент Академии наук Российской Федерации Владимир Воеводин. «Компьютерная область настолько динамична, что делать конференции иногда делают формат раз в два года. Это абсолютно нереально. Здесь все меняется и меняется каждый месяц. Нужно быть постоянно в тренде, нужно понимать, что делают соседи, что делают коллеги, что делают конкуренты. Нужно понимать, как двигаться вперед». Конференция посвящена развитию и применению параллельных вычислительных технологий в различных областях науки и техники. Двери конференции открыты также для студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей. В седни конференции будет действовать суперкомпьютерная выставка, на которой ведущие производители аппаратного и программного обеспечения представят свои новейшие разработки в области высокопроизводительных вычислений. Анна Глазунова, Леонардо Влесьяров, Универ Ньюс. Студенты Казанского федерального продолжают покорять мир и проходить стажировку за границей. В этот раз своими впечатлениями об учебе во Французском институте нефти поделился Игорь Огнев. В 2016 году в Казанском федеральном университете стартовала программа студенческого обмена совместно с Французским институтом нефти. В рамках совместной магистратуры учащиеся двух вузов могут получить знания в области геологического и гидродинамического моделирования. Первым, кто отправился на обучение во Французский институт нефти, стал магистр второго курса Института геологии и нефтегазовой технологии КФУ Игорь Огнев. Первый этап отбора проходил в Казанском университете в виде собеседования на английском языке с преподавателями Института геологии. Второй этап заключался в прохождении языкового теста. То есть, пройдя отбор у нас, имея балл по Пайлотсу, мы уже проходили скайпе с представителями из Французского института нефти. Они спрашивали также какие-то технические вопросы в моем случае и о мотивации. Но также в моем случае они взяли мое CV, то есть резюме, и по каждому пункту прошлись. То есть, прям всю историю даже спросили насчет того, почему я там использовал определенные данные в моей дипломной работе. Игорь отмечает, что по сравнению с нашей программой обучения во Французском институте нефти программа очень интенсивна. Одним из отличий является и то, что лекции читают не только преподаватели института, но и сотрудники ведущих нефтяных компаний. В течение двух недель все учебное время посвящается одной дисциплине. Таким образом предметы идут один за другим и разделяются между собой экзаменами. Основы теоретические, так глубоко, как у нас. То есть, например, у нас есть такой предмет, где физические исследования скважины, говоря, опустяем прибор в скважину и измеряем физические свойства пластов. У нас давали более глубоко теоретическую подготовку физические основы различных методов. Здесь об этом упоминают только в скважине. Здесь сразу мы берем результаты, данные и сразу работаем с ними. Не раз упоминалось и о важности иностранного языка во время обучения за рубежом, ибо знания английского в академических рамках недостаточно. Первое – учиться. Второе – английский язык. Третье – искать средства. Средства, да, потому что тут ничего бы не дешевого. Средства есть, ну, просто ключей, ну, два основных – это вот Алгарыш у нас в Патерстане или какие-то другие, может быть, правительственные гранты. И спонсорская помощь. Много людей здесь учатся благодаря спонсорской помощи от различных нефтяных компаний. Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ ежегодно расширяет перечень вузов-партнеров. Новые возможности перед студентами открывает ИСАЕ «Эко-нефть». То есть возможностей для персонального, академического и карьерного роста сегодня великое множество. Нужно лишь немного смелости и предприимчивости. Диана Шилова, Универ Ньюс. На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универ Ньюс. Пока!